приветствую всех чеканутых и долбанутых на теме влажного классического бритья таких же как и я братцы здравствуйте сегодня пришла посылка посылка от знаменитого магазина gifts and care элвина thank you very much вот такая небольшая с виду коробку на самом деле она такая увесистая и тяжелая а да вот здесь кстати можно посмотреть сколько в граммах килограммах сейчас мы быстро с вами распакуем данную посылку и посмотрим что внутри первым что мне удалось извлечь это вот две такие тубуса такие вот что внутри интересно так попробуем а я думал я сверху достану придется применять китайский красивый ножик в форме попугая вот так наверное все получится да а ура я переживал так а так туда пока поставил 2 быстро откроем тоже думал что сверху меня вот так получится но не все так просто как оказалось в нашем бритвенном мире приходится иногда покорячиться с распаковкой в общем-то не очень сильно люблю пытаясь это делать за кадром но сегодня немножечко другой вариант так давайте первым номером рассмотрим что же это автор шеевый я уже понял эпсилон компания эпсилон автор шейф а вот здесь видите амбар это такой янтарь есть у них голубого исполнения синего кому как удобно это вот такой янтарный всплеск лосьон все все запечатано спиртосодержащий я понял вот здесь 338 ос компания специально пишет для паши танка чтобы он не потерялся лабиринтах нашей планеты вкб а вот это тоже автор шейф но уже бальзам называется он голубое средиземноморье это уже что-то вроде молочка а что нам мешает открыть мы сейчас откроем да посмотрим если там о слышите этот приятный звук этот щелчок да здесь вот дозатор есть дозатор посмотрим а так еще не вы браться погодите я прям я не могу я сейчас просто секунду вас оставлю пол вот все моя тема томные такие тяжелый запах отлично и откроем а здесь вот так получилось здесь не получилось снять этот вот здесь дозатор нет в общем собственно говоря и не нужен это все-таки молочко надо его как-то будет вытряхнуть собственно говоря из бутылки поэтому здесь какой-то дозатор если конечно бутылка не пластиковый она вот так вот не сминается красиво все здорово здесь номер один здесь номер три но это еще не все пока оставим в кадре один бальзам и вот такая вот линейка идет это уже я как понял сейчас подождите посмотрю а это у нас пришей в тоже номер один видимо есть номер два и номер три кому интересно посмотрим но я думаю что всем интересно заглянуть внутри банки мне например это ужасно интересно и посмотреть вот такой вот пришей в крема подобного такого не сильно густого вида но это все будем пробовать сколько же интересно он банка бороться уже извозил к молодец поросенок рома банку ввесистая по моему сток где она тут кто-то а вот до 100 миллилитров посильнее ударить можно убить действительно так и тоже номер один вот я посмотрел да тоже из этой же линейки мыло сейчас я братцы вытру немного руку а то неудобно показывать мыло сейчас посмотрим с вами огромная банка тяжелые но в банке 150 грамм паша посмотри повнимательное для тебя провоза мимозы козы и морозы любитель ос в общем любит насекомых павлинки бруклинский сейчас сделаем все красиво по красоте здоровенная такая я так понял премиум класса банка по цене браться я еще не смотрел кому интересно погуглите вот но я так думаю что она ну на бюджетку слабо тянет так что-то я долго все это ага и вот посмотрим что внутри вот так и такие кратеры как на луне видите красивый братцы уже запах отсюда пошел супер я так понял что вот эти вот все ароматы они одного плана и пришейф и бальзам кроме конечно лосьона спиртосодержащего там другой другая темпой до сих пор вот все это пахнет аромат классно вот такая вот красивая солидная дорого-богата банка ну и на этом еще не все а что нам нужно сделать а сделать на нужно вот что показать еще один предмет который прислал магазин gift and r от компании epsilon станок станок я понял трех составной обычной здесь пароли явки все испанская так как теперь тебя а вот здесь видимо заглушка а все я молодец то молодец я молодец а ну конечно и заботливо положили это сколько одно или 5 а одно лезвие одно заботливо компания положила лезвие восход но все его знает это довольно таки нетрудно доставаемое лезвие его можно купить если поискать на рынках многие спрашивали где купить лезвие не знаем я говорю вот на рынках во всяком случае у нас так и в магазинах знаете вот типа тысячи мелочей когда заходишь там и значит кусачки для маникюра и тут же стоят лосьоны и тут же ну всего всего куча и там железе иногда вы знаете что попадается попадается с покором во всяком случае мне попадались двух вариантов но имеется ввиду по ручкам а так то не одно и то же вот а здесь посмотрим что же у нас за станок по цене тоже браться и кому не лень погуглить потому что я еще не смотрел но я так думаю что это бюджетный станок сейчас мы его вытащим вызволим все это так красиво закроем я пользовался значит продукции компании эпсилон у меня лосьон такой голубой блю вот этот и помазок ничего дурного я про это сказать не могу помазок просто шикарный лосьон он такой знаете на любители я вот тогда давным-давно говорил видео обзоре по бритью что мне он так не сказать что мне не нравится на такой вот довольно таки специфический запах немножечко схеме но девочки подки я имею ввиду вот который голубой лосьон а вот здесь мне нравится запах но не знаю как будет девочка ладно все шутки в сторону будем проверять станок раскрутим а точнее сначала мы посмотрим что он из себя представляет на первый взгляд посмотрите голова копия р 89 копии то копия но не совсем обратите внимание на нижнюю плиту видите на мой взгляд ну как в теории то что данный станок должен быть немножко агрессивнее чем 89 но это только в теории а так как мы с вами практике я думаю что проверим здесь и сейчас на обзоре по бритью а предполагать мы можем много чего но не всегда наши предположения теоретические бывают правильными так возьмем лезвие случайно оказавшиеся под рукой и будем собственно вставлять в станок взвесим и в общем то можно будет выметаться не улетишь не укатимся не укатимся спокойно так а да я по обработке то не посмотри не посмотрели посмотрим всем же интересно что внутри мне вот например тоже интересно такая знаете у меня такое ощущение что эпсилон пошел по такому легкому пути и чтобы не было здесь шершавости да знаете мы придираемся смотрим а на плите там какая-то царапинка какая-то точка ну-ка ну-ка будем смотреть здесь нет здесь они пошли методом от противного просто сделали все вот в такую знаете мелкую точку и типа кратеров на луне как я уже сказал про мыло которые мы сейчас с вами смотрели рассматривали здесь тоже и как бы не при не придерешься все такое немножечко шершавая блестяще и никаких погрешности нет я считаю что это тоже вариант вот такого исполнения чтобы обезопасить себя от каких-то узнаете вот тех точек на которые злобные вид шейверы и злобные бритвоманы акулы влажного классического бритья обращает внимание говорят а там . все не будем брать станок здесь такого нет здесь все в точках но все красиво все блестит так не да он сказал не да протирал надо сюда протирать потом показать все правильно вот посмотрите как это дело выглядит слизи вылет минимальный если сверху будет видно вот так мне сверху видно все это так и знай то мы посмотрим а вот в диагональ можно посмотреть что лезвие встает абсолютно ровно без перекосов что с одной стороны что с другой ручка длинная ручка очень приятная знаете из-за чего то что здесь идет накаткой насечка как по-разному называет она идет как бы спиралевидно и поэтому она она с одной стороны такая гладкая с другой стороны никуда от вас не делать не денется потому что насечка идет противоход как ну фигурально выражаясь как то вот так вот она накручена навинчена что во всяком случае в сухом виде вне замоченным очень классно лежит в руке и очень приятно вес такой я бы сказал средний нелегкий и не не супер тяжелый я думаю грамм вот так вот сейчас скажешь а потом лоханулся я думаю что грамм 90 где-то может быть вот так а чтобы не быть голословным мы с вами возьмем весы и собственно на практике все это проверим потому что разглагольствовать мы с вами можем хоть полчаса но пока не включим весы мы будем всего лишь теоретиками они практиками а им это нам не совсем нужно верно так 0 и попробуем вместе с лезвием что у нас получится ха ха вот тебе и 90 грамм 121,2 грамма вот так еще раз перезвесим бывает погрешность там какая-то одна десятая 1 сотая 121,2 грамма вот такой вот станок я вот бывает тоже знаете 90 и немножечко мимо кассы получилось пока я расставляю композицию я еще раз хочу сказать слова благодаря благодарности лвине лвина thank you so much за то что она собрала посылку из испанского известного всемирно известного магазина gift and care и собственно прислала мне на обзор на тестирование на пробу это очень приятно и еще раз я благодарю за это так хоть хочется чтобы все было красиво элегантно и смотребельно правильно ну и до кучи сделаем он все-таки тоже принимал участие в нашем обзоре китайский ножик который помогал распаковывать автор шейвы на этом братцы у меня все я желаю вам бриться от души бриться для души и бриться с кайфом до новых встреч